Для меня объятие — это не пауза между прославлением и проповедью, это служение. Это служение. Я помню, как однажды получил очень серьезное исцеление на «Энкаунтере», когда меня один дедушка обнял, и я соплями обмазал ему всю лысину. А он терпел. Он такой маленький был, я его обнял, и у меня бульбы дуются. Вы знаете, а там столько боли, столько сиротства, столько... И просто оно все бедное течет, я его потом тряпкой протираю, знаешь, плачу на дедушку, протираю его. Но я так скажу, что для меня этот дедушка послужил, не говоря ничего. Кто-то понимает, просто ты переживаешь от этого служителя такую любовь. Он ничего не говорил, он ничего мне там не наставлял, он не пытался там отойти от моих соплей. Он понимал, что сейчас идет исцеление, ему нужно быть там. Я благодарен Богу за этого, дедушка. Поэтому пойми, что в объятиях есть исцеляющая сила. Кстати, это доказано докторами, когда они делали эксперимент с детьми, которых обнимали и не обнимали. То есть это целое есть труды в Америке, задокументированные. Детей-сирот было разрешено одной группе обнимать, а других просто кормить и не прикасаться. Уникально, что те росли, развивались, ходили и говорить начинали раньше, чем те, которых не обнимали. Это целая работа, если американцы сделали. И я понял, что даже есть абсолютно физическое исцеление, и, я так скажу, даже жизнь вливается, когда кто-то кого-то обнимает. То есть поймите, о, это... Никогда не думайте, что это что-то такое. Знаешь, обнял, быстрее идти отсюда. В этом реальная сила. Ну что, как вам? Как конференция? Хорошо проходит? О, родные, приготовьте. Сейчас будем последнюю бомбу сбрасывать. Я так скажу, родные, это откровение стоило для меня очень дорого. Это откровение, способное понять сыновья. Оно не из откровений, которые сироты даже могут вместить, потому что у сирот все прожрать, забрать, схавать, спрятать. Это откровение реально для сынов и для будущих отцов, у которых будут сыны. Поэтому семья, откровение или так, тема эта называется восстановление наследия. Заметили? Сначала мы восстанавливаем атмосферу. Второе, мы восстанавливаем питание от дерева жизни у ног отца. Потом мы восстанавливаем наше имя. Мы выходим из сиротства. Я ни с кем не соперничаю. Я особый и отдельный. Я первенец, и мне не нужно ни с кем соревноваться. Я навсегда определен для Бога. И Он для меня, и я для Него. И во всей вселенной существует только Он и я, и остальные братья и сестры. Но я нахожусь рядом с Ним. И мне не нужно пробиваться через кого-то. Мы иногда отличаемся с вами опытом, но не позицией. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые люди говорят, ой, это такой сынок какой-то немножко туповатый. Это не в этом дело. Мы отличаемся иногда хождением, но не позицией. И позиция у всех одна. Все сыновья и все первенцы. Иначе у тебя даже входа нет к отцу. То есть там даже разговоры нет. Четвертое откровение, которое стоило мне очень дорого. У меня была очень серьезная битва. И я так скажу, это было даже на грани жизни и смерти. У меня была очень серьезная схватка определенное время назад. Я так скажу, с силами тьмы. Потому что эти откровения, они настолько уникальны и богаты. И обогащают тело и детей Бога, что сатана делает все возможное, чтобы эти откровения не были услышаны. Но я сейчас молюсь, чтобы Духом Святым тебе был дан доступ понять то, о чем я сейчас буду говорить. Но я верю, здесь такая категория, которая абсолютно адекватна. Итак, восстановление наследия. После установления семья приходит вход в наследие. Это откровение еще предстоит распознать. Знаете, почему нам тяжело распознать усыновление и вход в наследство? Потому что каждый раз, когда появляется следующее поколение детей Бога, они все в роли сирот. Это настолько в единичных случаях и настолько отдельно, где-то кто-то перенял наследие, мантию и какое-то помазание, что-то перешло от отцов. И он стал еще больше, чем предыдущий. Кто-то понимает? То есть наследие это настолько спрятанная, исковерканная, изгаженная сфера, что дьявол делает все возможное, чтобы на эту землю рождались сироты, сироты рождались сирот, и сжирали поколение, и сжирали наследие следующего поколения. Кто-то понимает? Дорогие, знаете, что самое большее прискорбно наблюдать в теле Христа сейчас? Отцы сжирают наследие сынов. Пасторы соперничают с недавно родившимися в Иисусе Христе младенцами. Вы знаете, насколько противно наблюдать за этим детством? Это дух мира, это дух религии, это рабство. Не успел лычку одеть, уже соревнуется. Кто-то лучше его сказал, он его сдвинул. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кто-то спел лучше, прошел. Ты не понял, ты должен распознать, обогатить, благословить. Это отцы. Сироты воюют. Мы с пасторами уже говорили, еще недоговоренное откровение в теме чувствует, должен высвободить это. В присутствии сирот ты всегда будешь чувствовать себя униженней, меньше, чем обычно, и будешь чувствовать себя таким скомканным и неадекватным, потому что сироте всегда нужно доказать свое величие над другим сиротой. Ты знаешь, почему я не ношу пиджаков? Потому что пиджак не прибавит откровений, а в футболке легче махаться. Кто-то понимает, что меня абсолютно не интересует вид. Я смотрю сразу на твое содержание, и поверь мне, я вижу его быстро. Сыновья сироты. И что происходит? Ты улавливаешь, куда мы идем сейчас. Пожалуйста, прими это духом сейчас. Если в тебе что-то противостанет сейчас, прямо сейчас я это связываю и подчиняю послушанию Иисусу Христу, потому что тебе нужно это откровение впитать. Оно должно войти в тебя, как я говорил, что такое слово? Это информация, расставляющая все на свои места. Ты сейчас будешь информационно исцелен изнутри. Ты понимаешь силу того, что я сейчас сказал? Ты думаешь, что ты откровение получаешь? Ты восстанавливаешься, слушая фразы, слушая информацию. Все было. Бог не возложил руку на землю, и она зачала деревья. Бог сказал! Пуф! И все взорвалось. Слово! Ох, это слово! Недооцени силу реального слова! Это бомба! Итак, это откровение, я буду потихонечку его раскладывать. Сразу скажу, мне уже попустило, мне хорошо. Как я и говорил, функция и исцеляет тебя сразу. То есть функция есть не только победа, функция исцеления, восстановления. И поэтому я чувствую себя уже хорошо, и мы можем двигаться дальше. Сатана отлично знаком с таким термином, что такое наследие. Поэтому за это откровение, так скажу, у меня была очень уникальная битва. Я не буду туда вдаваться. Мне не позволено об этом говорить на данный момент. Итак, наследие – это твоя духовная территория обитания и управления. Уникально что? Когда Бог меня восстановил в сыновстве, я начал видеть вещи, которые сироты не видят. Вы знаете что? Ребята, приготовьтесь. Мне Бог сказал такую вещь. Бог не мог давать. Вы думали, вы до этого слышали глубокие откровения? Приготовьтесь, что приготовлено сынам. До этого мы слышали сиротские откровения. Они были хорошие. Но это чтобы только довести тебя до понимания сыновства. А в сыновстве открываются тайны, потому что только сыновьям доверены глубины. Сиротам много доверенно не может быть. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сиротам можно доверить, но Бог знает, что сироты прожирают и не оставляют после себя ничего. Поэтому настоящее богатство, приготовьтесь, будет дано и даровано сынам, в которых Бог уверен, что они передадут это. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас? О, yeah, мне хорошо. Где моя вода? Маленькая пауза, пусть это пропитает твой мозг. Итак, следующий уровень откровений. Вы знаете, что мы с вами сейчас только на первой ступени настоящих откровений? Кто-то думал, что мы в глубины плавали. Мы плавали и в сиротских глубинах. Скоро мы заплывем, скоро нас дух поведет в тайны, о которых Павел говорит. Я даже писать это не могу. Мы это разбираем между совершенными. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что Павел абсолютно понимал, что сейчас невозможно высвободить это откровение, потому что с этих откровений идолизируют. Вы знаете, что идолы, что сироты делают? Сироты, они не понимают равенства. Сироты или завидуют, уничтожают, или Бога из тебя делают. Вы заметили, у сирот нет нормы. У сирот нет адеквата. У них или я завидую, а если ты сильно большой дядя, то я у Бога поклоняюсь. Он не понимает, что это доступ у всех. Открыто всем. Тебе не нужно ко мне бежать. Бежи к источнику, и ты получишь еще больше. Бог, мой. Я надеюсь, это просочится в наш мозг. Это откровение. Вот почему я отвергаю всякое участие человека. Я говорю, извини меня, ты классный, но отец лучше. Я уважаю тебя, я почитаю тебя, но извини меня, я научился. Питаться от первоисточника. Вот там сила. Хочешь, чтобы признавать или нет, мы все в битве за наши территории, все в битве за наши наследия. И сироты. Вы понимаете, что даже сироты получают кусочек чего-то. Но не способность или даже незрелость это взрастить. Вы знаете, что делают отцы? Отцы не едят. Они это умножают и передают больше, чем приняли. Кто-то понимает, что делают духовные отцы? Кстати, знаете, тема пошла. Недавно в теле Христа у сирот. Мантии, мантии, помажьте меня. У меня двойная, у меня тройная. Куда? Чего? Мантии передаются по ДНК сына. Кстати, мы сейчас еще доберемся до ДНК сына. И вообще до ДНК направлений. То есть у тебя Богом определенное, сейчас я в это откровение еще нырну, у тебя есть линия, и ты будешь слушать. Знаешь, почему откровения иных проповедников, сильных в Боге, не доходят до тебя? И тебя даже не интересуют. Потому что это не твоя линия сыновства и наследия. Кто-то понимает? Некоторые говорят, ну послушай его. Это помазадик, ты слушаешь. Ничего. Нормально, абсолютно. Тысячи спасают. Ты не задал Богу в рост, почему? Это не твоя линия наследия. Туда Бог не хочет, чтобы ты инвестировал. Это неплохо. Это не твое. Кто-то может понять меня сейчас? Ой, если ты в духе зацепил, ты зацепил. Если не понял, я тебя, если не забираюсь. Итак, вот это наше шоссе наследия. Ты здесь, потому что мы с тобой в одной линии наследия. Кто-то может понять? Меня не услышит не мое ДНК. У Бога есть много сынов, но у каждого сына есть свой хайвей, свое шоссе ДНК. И в это шоссе ДНК вкладывается у кого-то пророческая ДНК, у кого-то ДНК поклонника. Кто-то понимает, что я имею в виду? Когда прет, тогда прет. Честно скажу, для меня это реально моя пища. Я даже благодарен, что мне даже разрешено бросаться такими вещами сейчас. Потому что, честно, иногда открываешь рот и говоришь, Бог, что я тут делаю? Знаете, почему это выкачивается откровение? Потому что дозрели кушать. Дозрели кушать, семья. Ты берешь что-то для себя? Извини, что я сразу в пять минут взорвал твой мозг. Тебе сейчас надо... Что? Нечего, посмотри еще раз запись. Нормально. Дальше. Мы еще коснемся, что такое шоссе твоего ДНК и твоей линии. Дальше. Итак, хочешь ты или нет, все мы в битве за наше призвание. Вы знаете, у меня нет времени на сплетников, на сплетни. Нет времени заниматься какими-то вещами. Потому что, вы знаете, чтобы сплетничать, это значит, что у тебя в жизни должно быть все идеально. Вы поняли, да? Если у тебя есть время сплетничать, это значит, у тебя жизнь в абсолютном идеале. И у тебя есть время поговорить о ком-то. У меня этого времени нет, потому что у меня еще не все в порядке в моей жизни. Поэтому извини, если я не буду участвовать. Это шутка. Улыбайся. только как поднапрягся, что-то такое, пусть тебя попустят. Все хорошо, все хорошо. В реальности я охраняю то, что принадлежит мне. И доверено мне Богом. Я охраняю мою территорию, я охраняю мою линию. Вы знаете, что Бог, хочешь и нет, Он пытается тебя настроить на твое шоссе, на твою линию, на твою ДНК, на твою мантию. Мы с вами, не зная имени, это отталкивается от откровения, мы с вами побираемся по всем служениям, по всем вещам. То там, здесь и то, съел то, переел. Потом напала проблема, пучача напала. И смотришь, бедняжку духовно перегрузился. Бог для тебя определил одну линию. Линию можно свою узнать ДНК и свою мантию, только из-за того, когда ты узнал свое имя. Кто-то понимает, да? Я пророк, сын пророков. Опять же, я говорю сейчас в кавычках, кто-то понимает, тот понимает. Это значит, я должен все съесть, что до меня, обогатить, вырастить, увеличить и передать это наследие. Что делает дьявол? Мы не изучаем ничего, сжираем. И вместо того, чтобы поднять пророков, которых мы видим, мы проклинаем их, потому что сиротство соперничает с помазанием похожим. Ты кто слышит меня здесь? И я прямым текстом. У меня нет времени, знаете, на вы с кем-то разговаривать. Сразу бам и все. Я не тот человек, который подбирает слова. Нет ни времени, ни желания. Ты что-то берешь для себя? Кстати, это глубокая вещь. Если ты понимаешь вот это откровение, ты зрелая личность. Это я тебе говорю. Если только понимаешь, что сейчас в духе происходит. Представь, вчера здесь в духе был открыт портал, который мне еще предстоит раскусить. Я серьезно говорю, это что-то, где я еще никогда не был. Можешь себе представить? Это становится частью твоего и моего духовного ДНК и наследия. Ты можешь себе представить? Если сейчас ты понял, что я сказал, это говорит о том, что ты был частью в открытии чего-то, из чего ты будешь получать абсолютное наследие и награду. Только потому, что ты был здесь, сделал жертву того, что ты пришел сюда, оставил все, и ты открывал свои уста и говорил, мы идем в новое. Это становится частью твоего духовного наследия. Не дай никому обокрасть тебя, когда ты выйдешь отсюда. Ты понимаешь теперь, как обкрадывается ДНК, как обкрадывается наследие? Ты приходишь и говоришь, ну что там? Ну и что там? И ты такой, извините меня. Заблуждался я. И Бог говорит, недостоин ты наследия. Ходи теперь, побирайся, объясняя людям. А мне все равно, что говорят. Я давно раскусил мое имя, я увидел мое шоссе, я увидел мантию, я увидел, что было до меня, и я вижу, что будет после меня, и что мне нужно умножить и обогатить многих духовных сыновей, не обожрать, а обокрасть и столкнуть их. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это должно обогащать и взращивать тебя, а не кто-то, пророк какой-то поднимется, или человек, ходящий в элементе реформации. Кстати, я знаю мое ДНК, мое ДНК реформация, окей? Я сейчас не буду туда идти, я абсолютно знаю, куда иду, окей? Поэтому я так скажу, что и те, которые подключены к этому ДНК, абсолютно, они прочувствуют, оно вплетено в тебя, духом вплетено. Ты это прочувствуешь своим нутром, где оно твое. Твое заговорит к тебе. Как распознать мое духовное ДНК? Оно к тебе проговорит. Оно тебя найдет. Оно в тебя вольет и вкрикнет. Ты скажешь, я не знаю, что, но именно это влечет меня. Кто-то понимает? Тебе не надо мучиться. Тебе просто нужно открыть свой дух и сказать, Бог, покажи мне мое наследие. И вот оно, во, и открывается. О, вчера вы получили здесь очень хороший сундук. Аллилуйя. Это наследие. Не вздумай потерять это. Не вздумай это. Моментально интегрируй это. Моментально исповедуй это. И продолжай строить на этом откровении. Не теряй это. Строй, строй, строй. И через 10 лет тебя невозможно узнать будет. Ты будешь просто за чашкой чая нечаянно взращивать львов. Ты будешь удивляться, что вокруг тебя происходит. Потому что в тебе просто ты заполнен этими откровениями, потому что ты не сирота, а откровения сыновства даются сынам. Ты просто нечаянно будешь обогащать людей мгновенно. Кто-то за 10 лет не мог ничего дать. Ты нечаянно будешь обогащать массы людей. Потому что сынам доверено то, к чему не допускаются сироты. А сирота что? Знаем, мы слышали. Вот сейчас я знаю, даже слышу там сирот сейчас. Проектирует свое сиротство. Ну еще, ну еще, ну еще, что-то новенькое я сказал. Знаете, как сироты себя ведут? Ты приедешь, ты скажешь, ты знаешь, ты знаешь. А сирота тебе что-то говорят? Зиняя. Самое интересное, первое правило сирот. Везде был, все видел, везде по небесам ходил. И для него нет никаких новостей. Это первый признак сиротства. Первый, вот он. Все знающие, как Бог. А я говорю, что я здесь получил что-то, чего я не видел, не слышал и не переживал. Я был просто придавлен славой. И здесь служил не Андрей. И это было заметно. Андрей, бедный, орал. Служил Дух Бога. Я слышал, как Дух Святой сказал, спасибо, дети. Я это слышал, это настолько было четко. Тебе надо быть чуть-чуть ненормальным, чтобы только верить вообще во все, что происходит здесь. Но опять, духовные это знают. Им не надо это доказывать. Оно просто в тебе все вот крутится сейчас. Откровение на откровение. Дополняются пазлы. Ты сейчас растешь. И ты сам думаешь, что со мной происходит? Тебя Отец выращивает, потому что ты наконец-то из сиротства вышел. Иисус. Маленькая передышка. Знаете, когда течет, течет. Просто как с пожарного шланга. Пастор, по чуть-чуть не могу, по чуть-чуть. Как идет, так идет. Идет, так ильет. Дальше. Все, что я считаю моим наследием, за это я буду сражаться. Точно так же, как и ты. Но если ты не распознал, что является твоим наследием, сюда не только входят финансы, земли, семьи. Сюда входят призвания, функции, влияние, власть, эффективность. И так далее. Можно много назвать вещей. Дьявол просто может отнимать у тебя твое, и ты, не зная, просто отдаешь без боя. Ты просто пришел. Ты на этой конференции, если реально, ты настолько... Если я обогатился, извините меня, я много чего делаю для Христа. Я уезжаю отсюда обогащенным. Обогащенным. Если ты не обогатился, не дай никому ограбить тебя. Я прошу тебя. Вы знаете, мы, я уверен, все чувствовали, когда теряется наследство. Ты приезжаешь в эйфории славы, и здесь подходит к тебе сирота и выключает все. Мы все с вами были подсиротами. Особенно противно, когда сирота — это твой лидер. О, Боже, это вообще нет ничего хуже. Когда ты духовно выше, своего пастора. Ты сын, он сирота, и ты сидишь, его обогащаешь. Он быстро записывает твои откровения, чтобы воскресенье сказать. И ты слышишь, ты говоришь, я же ему это говорил. Да сирота твой пастор. Он с Иисусом не общается. Он тусуется с какими-то сынами там где-то, и скачивает, знаете, прет где-то там, спер чуть-чуть там, чуть-чуть там, переназвал, и вот оно мое. Когда оно твое, оно как бубухнет. Боже мой. Я никогда... Мне не интересно твое. Ну как, мне интересно твое? Ну мне совсем не интересно красть чье-то. Мне не интересно. Мне интересно получить у папы мое. Ведь оно же есть. Для меня оно есть. Отец не обнищал. Он сказал, знаете, на 7 миллиардов хватит, а все вот эти 500 миллионов отдыхают. Отдыхают. Наследие закончилось у папы. И ты там где-то в остатках попался. Побираешься. Ты не выбираешь в духовном мире свое наследие. Сразу хочу объяснить. Мы все с вами предопределены Богом для определенных функций, течений, движений и мантий. Все понимают, да? Поэтому иногда кто-то в твоей церкви будет двигаться, у него мантия, ходатая, заступника и пророка. Кто-то понимает, да? И он будет только эти книги есть. И он приносит тебе книги. И ты прочитал книгу, и ты... Ну, классная книга. Как бы было кого-то, да? А он там аж заходит. Потому что не надо никого обижать. Тебе просто нужно понять, что сейчас произошло. Он сейчас впитал в свое ДНК часть недостающую для его мантии и для его шоссе. Кто-то понимает, да? Он когда впитал... Для него это обогащение нереальное. То же самое, не делай это с другими и не позволяй это делать с собой. Окей? Поэтому мы все с вами должны понять наши движения и то, куда Бог направляет нас. И вот что значит мое. Я окружаю себя. Я никого не обижаю. Я никого не пытаюсь унизить. Я окружаю себя исключительно людьми моего призвания. Кто-то понимает? Потому что, во-первых, я не хочу тратить время на кого-то, потому что у него другая тема. Я не хочу заставлять его верить в мои откровения, хотя другой он просто съедает их, и ему не надо запихивать их. Кто-то понимает, да? Это значит, что он не то, что он упертый и не питается. Это не его пища. Орлы питаются этим, эти животные питаются тем. Кто-то понимает, да? То есть и орлов Бог кормит этой пищей, поэтому для орлов вот это будет мясо, вот это свежок. Окей? А какой там бурндучок сидит и говорит, а мне семишек хватит? Какое мясо? Ну чего бурндучка? У него даже зубов нет вот этого все схавы, что-то там клеешь, сидишь. Окей? Орел, он наслаждается свежать. У него совсем другая пища, рацион абсолютно другой. Количество тоже другое. Поэтому не обвиняй кого-то, кто клюнул семку и хватило на месяц. Ты сажал все семки свои, его съел мясо и голодный сидишь. Еще есть? Как Винни-Пух у косяк у кролика. Это известно детям 80-х. Окей, аллилуйя. И ты сидишь, и на тебя смотрят, какой ты ненасытимый. А у тебя желудок совсем другой. У тебя рацион питания другой. Ты совсем другое животное. Извиняюсь. Другая порода. Вот некоторые движения ты просто игнорируешь. Ты не знаешь, что это... Я так скажу, ты знаешь, что это абсолютно прекрасное служение и служителя. Я наслаждаюсь служением Райнхарда Бонке. Кто-то понимает? Это величайший служитель, который спас миллионы. Но это не мое ДНК. Кто-то понимает, да? Я читаю его книги, классно. Но когда я открываю книги там Рика Джойнера, там... Ты в шоке. Что это? Там одна книга перевернула всего тебя. Почему? Потому что мы с тобой одинаково ДНК. Мы кормимся той одинаковой пищей. И у нас есть отцы, питающие нас. Распознай свое имя, распознаешь свою пищу и распознаешь свое наследие. Итак, я инвестирую в мое наследие. Поэтому это прекрасные служители, движение Бога. Я когда-то сидел и обижался. Вы знаете, будучи еще маленьким мальчиком в Боге, я такой говорю, Господи, ну почему? Ну какой я духовный калека. Вот мне пихают эти диски, они их съедают. Я смотрю, эта ячейка просто взрывается от этих проповедей. Я ставлю, Бог, ну не катит. И я себя обвинял. И обвинял. Потому что я вижу, что это плод производит. Я вижу, что служитель от Бога. И я себя рвал. Бог мне потом вырастил и сказал, не твое ДНК и не твоя мантия. Ты ее даже услышишь, но ты ее не съешь. Оно не твое, оно не родное. Кто-то понимает, что такое родное? Родное. Это значит, что где-то в Боге мы с вами были уже в духе связаны. И сейчас, когда мы нашли друг друга, тебе я родней, чем папа. И ты говоришь, я не понимаю. И что это? У нас с тобой родство не по крови, а по духовному ДНК. Нас мантия соединяет отца небесного. Вот та семья первичная, не эта. Это всего лишь биомасса, которая тебя родила. Ее зовут Татьяна Ивановна. Кто-то понимает, да? Это хорошо, она мама. Но в принципе, это просто биомасса, окей? Ну как, я люблю маму, я уважаю маму. Поймите меня правильно сейчас. Потому что меня многие понимают неправильно. Я знаю, что... Тот, кто родил тебя, тот Бог, вот тот настоящий Отец. Кто-то понимает, да? У нас с вами родство духовное, потому что физическое родство раз, и мы забыли. Духовное вечное. Ну ты понимаешь? Вечное. Поэтому я здесь уже хочу определить мою семью, мое ДНК, мое наследие и мою обитель. Я с вами хочу тусоваться всегда. Кто-то понимает? И там тоже. Здесь-то у нас время, мы лимитированы. Там у нас времени не будет. Мы со всеми попьем чай. Со всеми. Смеешься. Там у нас уже точно никто гнать не будет. Никакой инфляции, ни времени, ничего. Сиди и пей чай, пока не напьешься. Эмэн. У нас классная семья. Поэтому сейчас я хочу немножко провести тебя в это. Я не хочу сильно загружать тебя, потому что тема довольно-таки твердая. Но я надеюсь, ты не потерял меня, нет? Не потерял, да? Все со мной? Хорошо. Хорошо. В один прекрасный момент, когда Бог мне объяснял эту тему, я прямо увидел, как от Отца расходятся световые линии. Эти световые линии, они были, каждый имел свое название. У каждого было свое наследие. Ну, все начиналось от Отца. Я понимаю, да? У него были линии мудрости, линии, давайте просто прочитаю, евангелизма, линии поклонников, линии ходатая, наследие ходатая, наследие пророков, наследие реформаторов. Вы знаете, что иногда некоторые люди говорят, ну, почему ты не такой, как все? Знаете, вот это, нас всех хотят в одну биомассу смешать, чтобы все были похожи. Вы знаете, что у Бога есть и твердое в характере, непоколебимое, другие мягенькие, как мама Тереза, там, готова обнять. Кто-то понимает, что это ДНК разное? Мы должны понять друг друга, что в семье мамы Терезы найдут маму Терезу. Реформаторы найдут такого волка, как я, и я не соблазню их. Кто-то понимает? Мы вместе рычать будем. Кто-то со мной. Так эта белочка пристанет к нашему стану. И мы там, бро, белочка, знаете, ушла. И такая, а я-то думала, что тут христиане. Ты просто не в то ДНК попала. Ищи свое, там хорошо. Понятно, да? Такое простое откровение, раз и доехало, да? А я-то думал, что они все пугаются. Я только ногу подниму, да? Я только руку подниму. Все уже, Господи. Ты другое ДНК. И мне Бог сказал, когда я увидел эти световые линии, и каждая линия имела свою дорожку, свои мантии, свое наследие. Окей? И вот это Он сказал, я определил каждого из вас для своего. И соединил каждых в семью. Никто не должен спорить, ссориться и конкурировать. Каждый достигает свое и в зрелости строит свое наследие и достигает это. Кто-то понимает, да, что я говорю? Ты сейчас видишь эту картину, да? О, я серьезно говорю. Спасибо Богу, что такие откровения разрешаются вообще. Я честно. Вы знаете, я много в себе ношу, поверьте мне. И когда папа разрешает, я такой, спасибо, Иисус. Я абсолютно знаю мою ДНК, я абсолютно понимаю, откуда я. Я изучил вещи, которые были передо мной. И я знаю, что я точно таких же воспитываю. Иногда люди кажутся, ой, я к вам приехать должен. Не надо приезжать. Воспитание иногда на расстоянии. Кто-то понимает, да? Пища, она вне дистанции. Бог кормит абсолютно другими моментами и методами. Не обязательно нужно где-то быть. Если где-то быть, это классно. Но это абсолютно не обязательно. Другими словами, я увидел у Бога много наследий. И ты имеешь определенное наследие. Теперь ты понимаешь, почему ты не такой, как христиане другие, да? Не потому, что они плохие, а потому, что у вас разное наследие. И все. Разное наследие. И Бог тебе дал и характер, и поведение, и жесткость, и фразы, и воспитание, которое абсолютно совпадает с твоим ДНК. Тебя всю жизнь хотят причесать. А ты не тот. Ты заросший пророк, который жрешь какую-то саранчу в пустыне. И все смотрят на тебя и говорят, ну как такого человека можно за стол пригласить? И все культурные пастора в галстуках смотрят на тебя, ну Господи! А он несет свою функцию. Кто-то понимает, да? У тебя функция предоставлять лицо церкви. А у него... У него другую часть предоставлять он должен. Понимаете, то есть у Бога... Вы знаете, что тело имеет разные части и разные функции. Все со мной, да? Давайте на этом откровении остановимся. Я просто хочу уехать, чтобы меня любили. Потому что, ну не все приглядное, мэн. Но уникально все надо. Все надо. И отвод надо. Все надо. Я туда не иду. Но опять, Библия говорит, что... Библия напоминает и говорит нам с вами, что тело Христа, оно как тело. И поэтому даже Павел, сколько раз он говорил, все части разные. Поэтому о чем я сейчас говорю? Это глаза поймут глаза. Уши стусуются с ушами. Кто-то понимает, да? То есть мы все с вами должны найти наши функции, части, наши ДНК и наши линии. И вот там ты будешь зреть, расти, обогащаться и передавать. О, Иисус. Я верю, вы отсюда богатенькие уедете. Ой, богатенькие. Это хорошее откровение. Это хорошее откровение. Это Иисус кормит тебя. Итак. У тебя и у меня есть не только доступ к духовному наследию, но также и силы инвестировать и умножать его. Кто-то понимает, что мое служение, как часть апостола и реформатора, оно будет обогащено тем, что я в него внес. Кто-то понимает, да? То есть я беру реформаторов до меня. Хочешь, не хочешь, ДНК так работает. Если ты настоящий сын, ты скоро будешь отцом. А значит, ты не должен прожрать, а инвестировать. Это значит, что я настолько умножаю с разных сторон мое ДНК, что тот, кто будет после меня, он будет больше меня. Кто-то понимает, да? Потому что он съест не только то, что съел я, он обогатится всеми моими талантами. И это с удовольствием, потому что сирота строит свое царство, а дети Бога его. Ты чувствуешь разницу? Вот почему сироты ничего тебе не дадут, потому что он строит свое царство, а я даю бесплатно, потому что все дети строят царство отца. Вас дай, слава Богу, это классно. О, подцепило. Съел это откровение? Готов ехать дальше? Ничего там не будет? Сироты расточают, запомни, сыны обогащают. Сироты, когда ты подводишь на служении сирот, вы были на служении сирот? Вышел обкраденный, такое чувство есть, знаете, да? Только у сирот ты выйдешь, и ты скажешь, зачем я здесь был? Меня ограбили. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не только финансово, украли время, украли эмоции, и я вышел еще в непонятке больше, чем зашел. Вот это называется сиротство, пастор-сирота, служение сирот, дочерние церкви-сиротинушки. Это все вот эта, вся эта ветка, просто потерянные все. Тот грабит того, тот унижается перед тем, ждет момента, когда всадить нож и стать больше. Вот это сиротская тема. Некоторые меня очень хорошо понимают, я туда не буду идти, потому что некоторые вещи даже из наблюдения личного. Смотря на сирот, просто смотришь, думаешь, гиву даешься. И они унижаются до тех пор, пока не переросли тебя. Потом начинают превозноситься над тобой. Знаете, да, вот эта вот сиротская тема? Тут был никто, звали никак, а тут уже все, апостол какой-то. Карточку себе, визитку сделал, поменялось. Апостольство не в одежде, не в визитке, и не в твоем телеканале, а в твоем действии и плодах вокруг тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Да не надо бросаться титулами. Титул будет вперед тебя идти, быстрее тебя идти. Мы нам придумывали имен, Боже мой. Смотри, нет больше имени, чем сын. Запомни. Написано, небо ждет сынов, а не апостолов. Окей, поэтому сразу. Дальше. В большинстве случаев Бог не может дать своим детям ничего большего, потому что то маленькое, что он доверил им, у них даже нет мудрости распознать, что это принадлежит им охранить, просто защитить. Просто все налево-направо прожираем, воюем, ссоримся, споримся, рвем друг друга на куски. Давид в самом начале своей жизни, знаете, почему мне понравился? Давид, очень мне понравился Давид. Это, кстати, физический пример, но это духовный прообраз. Он не давал ни одной волчаре, ни одной овцы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, он говорит, все мое, оно мое. Это значит, что это, вот сколько у меня их? Три? Три все будут жить. Знаете, и Бог посмотрел на этого человека, что он может свое стадо маленькое оберечь. Конечно, оно было больше, чем три, естественно. Но и потом он говорит, такому я могу доверить наследие под названием Израиль. Кто-то понимает? Это значит, что кому-то, вот чем отличаются, когда Бог видит личность, которая умеет сражаться, охранять. Даже когда не видят, он умеет. Бог доверит тебе величие. Он доверит тебе нации, народы. Он доверит тебе влияние. И Давид еще и назван одним из самых величайших царей. Из самых величайших царей. Иисуса всегда звали. У Иисуса кличка была. Сын Давида. Интересно. Может, Иисус как-то звучит громче. Оказывается, наследие имеет свою цель. Да-да, там, кстати, туда я не иду, потому что провалюсь опять не в ту. Дальше. Сейчас ты именно в этом сезоне, чтобы доказать себе, всем вокруг тебя. И также показать Богу, готов ли ты сражаться за то, что твое, даже если оно микроскопическое. Кто-то понимает? Оно мое. Я в силу-то откровения. И все, кто со мной не согласен, прошу прощения. Но я буду держать то, что дано мне. И когда Бог смотрит на такой дух, Он говорит, этим людям я дам больше и больше и больше. И в процессе ты не только богат, ты настолько богат, что из тебя наследие валится, куда бы ты ни приехал. Оно просто сыпется из тебя. Потому что Бог знает, что это для тела. Это не для того, чтобы пропиарить свое имя. Забить себе какое-то там, знаете, местечко где-то. Обогатить тело. А за меня не переживайте, я сын. За меня заботится папа. Даже не надо. Даже не надо там. Вы не боитесь, пожалуйста, соберите мне на билетик назад. А нет, на билетик назад, значит, ты должен сидеть здесь. Кстати, это другое откровение. Туда не поеду. И смотришь, это сиротиношки побираются, еще имя Бога вплетают. Побойся Бога вплетать в свою ерунду Бога. Ты сирота. И если ты действительно сын, все, что нужно, написано, все во благо. Кстати, не сиротам, сразу предупреждаю. Потому что некоторые сироты говорят, блин, разве это во благо? Тебе нет. Если бы ты был сын, все во благо. Все. Для опыта, для тренировки, для силы, неважно. Для опыта. Дальше. Сколько я сегодня слышу учения о мантиях. Боже мой, вот это еще одна тема. Ох, она меня кувыркает в последнее время. Знаете, когда ты знаешь истину, тебя просто выворачиваются. Иди, я тебе мантию. Интересно, как ты ее получил? Во-первых, я не могу тебе дать то, что я не понял, как сам получил. Оно прицепилось ко мне по наследству. Кто-то понимает? Я вплыл, и поэтому я просто обогащаю этот поток и выплываю к Иисусу. А мантия как шла? Мантия, оказывается, знает, кому сама идти. О, если бы вы знали, что я сейчас сказал. Мантию нет. У Андрюши понравился там какой-то Кузьма Васильевич. И вот он решил Кузьму Васильевича благословить своей мантии. Че? Да вообще, Бог дает и потом говорит отцу благословлять следующего. Илья, че? Там есть у меня парень. Он там на полях пашет. Его зовут Елисей. Это вспомнил. И, знаете, Илья не сказал Богу, а я вообще-то не знаю этого мужика вообще. Тут у меня есть люди покруче, они мне тут десятину плодят. Вот тетя Варя БМВ подарила. Как же мантии обойдут их? Бог говорит, не ты распоряжаешься мантиями. Помазание ДНК, наследие само распоряжается, кому оно идет. Можете представить, из всех помазанных Кэтрин Кульман после нее получил мантию Бенихин, за которого она даже не молилась и мантию не передавала. Вы даже не знаете, это в его книге написано. Он говорит, это я получил от Бога. Некоторые говорят, что? Кэтрин Кульман не передавала ему мантию. Ему это подарил Исус. Если вы вникнете в его книги, вы поймете, о чем я говорю. Я сейчас туда не иду. О чем я сейчас говорю? Наследие находит наследников. Наследие знает, чья мантия следующая. И эта мантия, в принципе, должна удвоиться. Иначе смысл наследия. Наследие возрастает, возрастает и возрастает. В процессе захватывает эти сферы. Окей? Дальше. Мантии продаются перед духовному ДНК. Это значит, что физическое рождение не влияет на духовное наследие. Это значит, что я не могу в этом зале выбрать никого, кому перейдет следующая мантия. Кто-то понимает, о чем? Я могу помолиться от сердца за тебя. Вплакнуть, если надо. Но не дальше. Это значит, что мантия передается Богом в разговоре не со мной. А в разговоре он просто мне скажет. Видишь того? Вижу. Молись за него. Не хочу. Бог говорит, все равно передам. Вы понимаете, да? Даже если там засуетится Илья и скажет. Ну, Бог, у меня у вас слонаха сломалась. Вы знаете, Бог скажет. Передам сам. Поэтому не переживай. Мне никто руки не возложил. Это значит, велик ты. Бог никому не дает до тебя касаться. Ты думал, это унижение, это величие. Бог говорит, ты мой, я на тебя возлагаю руки. Ну, может, ну что за всех молиться? Меня обошли, обошли. Вот я для тебя чего-то особого приготовил. Дальше. Рождение физическое не влияет на духовное наследие. Это значит, что в духовном наследии у тебя и меня могут быть другие отцы, матери, функции и элементы. Просто абсолютно другие. Это значит, что я могу быть здесь. Некоторые люди говорят, пастор, но мне как-то так стыдно. Я вот нахожусь в моем вот служении. Ну, ем все там у вас. Я говорю, это ничего здесь странного нет. Ты просто питаешься от того источника, который строит тебя и твое духовное денко. Это абсолютно нормально. Самое главное, чтобы тебе не начали затыкать и там, понимаете, да, вот это грузить, мочить, там, крутить, отлучать, там, еретик. Все это ерунда. Она придумывали, там, не слушайте его. И этим объявили, кого слушать. Ты смотришь, думаешь, Господи, если бы молчали, меньше бы слушало. Я им умоляю. Я вот смотрю эти кредитические... Вы думаете, они пропустят это служение? Никогда. Ты пропустишь, они нет. Вот сидит сейчас, смотрит на меня, изучает все, чтобы потом сказать, чего не надо делать. Спасибо за рекламу. Молчал бы, меньше было бы. Нет, мудрость отнята. Едем дальше. Это значит, что на определенном моменте твоей зрелости Небесный Отец высвечивает в твоем духе, кто твой духовный отец. Сразу предупреждаю. Духовных отцов не выбирают. Не поняли. Духовных отцов не выбирают. Ты убежишь от меня на 10 лет и вернешься. Потому что не ты меня выбираешь. Тебе он приказал слушать это. И это единственный источник на данный момент, из которого ты будешь питаться. Это не я делаю. Я не договаривался с ним. Это ДНК. Кто-то понял, да? Почему ты не можешь от Шаповалова свалить? Пытался? Знаю. По глазам вижу, пытался. И вот ты опять тут. Потому что отцов не выбирают. Вот скажи мне, ты своего папу выбрал земного? Скажи. Вот примерно так и в духовном мире. Взяли и состряпали. Бог помещает в тебя. Один раз я видел видение. Я видел одного духовного отца. Я на него посмотрел. Кстати, это видение просто меня шокировало. Я посмотрел на этого духовного отца. И я когда увидел его, он состоял из паззлов. И ни один паззл не сходился с другим. Все паззлы были от других картин. Потом я увидел его духовное наследие. И я увидел, что у всех его духовных детей не доставало именно того паззла, который был в нем. И Бог мне говорит, он не состоится без них, а они не состоятся без него. Кто-то понимает, как Бог делает все? Это значит, мои откровения никому не нужны, если нет личностей с этой дырой, которую заполнит это откровение. Понял, не понял? И я ему Бога спросил, я говорю, Бог, почему у него нет своей картины? Потому что он рожден дополнять и кормить других. Это значит, что он не может похвалиться ничем, если он не вложил что-то в тебя. А ты не можешь похвалиться, потому что в тебя было вложено другим человеком. И я когда глянул картину Божью великую, и увидел, что дизайнер всего этого Бога, я воздал ему славу еще раз, потому что я был шокирован его мудростью, что никто ничего себе приписать не сможет. Это одно из видений, оно просто потрясло меня. Я когда смотрел, он какой-то не такой. Он состоит из всего разного. И потом я увидел ряд духовных сыновей и дочерей, в которых он вкладывал пазлы и дополнял их жизни. И как только он дополнял их жизнь, он расцветал, и расцветали они. Другими словами, только так оно растет, умножается, и все в конце концов приходит в славу Отцу Небесному. Это его план. Это его план. Ты не только рожден войти в наследие, ты рожден добавить к наследию. И Бог передает его дальше своим сыновьям в этом элементе. Также наследие теряют те, кто отказывает от своей функции и сдаются. Разные есть вещи и отказательства. Сдался, впал в грех, не захотел вернуться. Понимаете, я сейчас не хочу туда идти, это абсолютно другая тема, которая займет еще целую конференцию. То есть мы теряем с вами по малодушию, откажавшись. Просто Бог говорит, будь там. Ты сказал, не хочу я там быть. И ты мучаешься, потому что ты должен питаться абсолютно из другого источника. И твой дух питается только тем человеком, которого запретил твой паст. И ты послушная обца. Бегай дальше. Ты должен питаться от того, кого тебе небесный отец поставил питаться. Я питаюсь от того, кого он поставил мне питаться. Мы все от кого-то питаемся. Никого нет, всецельных и сам в себе себе хозяин. Мы все едим от личностей, которые нам даны, и мы их не выбираем. В один момент эта личность для меня просто была открыта. И Бог сказал, ешь. Сколько есть, Он говорит, пока не исчерпаешь. И тогда Он говорит, я тебя перевожу к другому источнику. Кто-то понимает, как исчерпать? Иногда тебе нужно всего лишь год, и ты просто вычерпал этого человека. Не потому, что он такой, а потому, что Бог ведет тебя дальше. Ты просто съел недостающий элемент, поблагодарил, обнял и двинулся дальше. И все. Очень часто сироты тебя не отпустят. Они будут воевать, кричать, обзывать. Потому что сирота есть сирота. Он все хочет присвоить себе. Это его функция сироты. О, Иисус. Вы знаете, сколько я встречаю бывших пасторов, бывших бизнесменов, бывших миссионеров, бывших служителей, бывших мужей и жен. И только по одной причине, там еще бывших, бывших, могут писать. Потому что они просто не захотели удержать свое наследие. Не захотели. Просто отказались. Вы думаете, эти люди будут счастливы? Никогда. Я лучше буду здесь уставший. Никакой. Но счастливый. Кто-то понимает? Потому что это настолько. Ты думаешь, я обогащаю тебя? Ты кормишь меня. Потому что моя функция зависит от тебя. Не нужен я никому в поле зеленом. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому пойми, что мы друг другу нужны. Я приехал Андрея послушать, а я приехал тебя покормить. Потому что я не покормлю, сдохну. Мастит будет. Мы туда не идем. Отдельная тема. Скачать надо. Я еду выкачанный. Мастита не будет. По крайней мере, на следующую неделю. Дальше. А эти люди бывшие не потому, что у них нет сил или таланта, а потому, что когда пришел враг, они не смогли победить битву за свое наследие. Отказались. Не захотели. Они не распознали, что принадлежит им. Просто сказали, а, ну хочешь, бери. Дьявол пришел, отрезал, забрал и уплыл. Когда пришло разочарование, сухость, неудовлетворение, они просто без боя сдали свои территории силам тьмы. Сейчас мы живем во время духовного сиротства, где отцы сжирают духовное наследие своих сыновей. Извиняюсь, да. Где отцы-сироты сжирают духовное наследие своих сыновей. И следующему поколению приходится начинать все заново. Вы заметили, как мы нищие церковь? Вы заметили, как мы нищие? Вы знаете, чем прискорбна моя судьба? Передо мной церкви Христа 2000 лет. Кто-то понимает? А я начал с нуля. Объясните мне, что это? Мне не то, что не дали. Мне еще забирали то, что я хотел взять, скушать, по рукам. Кто-то понимает, что я говорю? И Бог мне сказал, сын, на вашем поколении это проклятие оканчивается. Оканчивается! Потому что в этом поколении приходит исцеление и восстановление. И Бог сказал, я подниму отцов, которые будут восстановлены в сыновстве и будут с радостью обогащать мое тело и строить мое царство. Кто-то понимает? Ой, Иисус! И я вам говорю, Господи, не то, что я с нуля начал. Я с нуля начал, но меня добили до минус 20. Кто-то знает, да? Пришел в церковь, вроде на нуле. Счастливый, тупенький младенец во Христе. И тут тебя засироты взяли за тебя. Знаете, в подъезде. В духовном подъезде. Поймали тебя. Знаете, повыбивали с тебя все, что тебе папа сказал. Загнали в тебя дух тупости, дух сиротства. Дух отверженности. И ты там, знаете, ты там не с нуля начинаешь уже, а тебе надо еще освободиться от духа отверженности. Теперь нужно выкачать дух религии, потому что они поработали над тобой. И сгадили твою совесть. Теперь твоя совесть не дает тебе жить, потому что у тебя пятидесятническая совесть. Не сына. У тебя не сына Божьего совесть, у тебя пятидесятническая совесть. Вы знаете, что у каждой совести, если ты у баптиста, у тебя баптистская совесть. Коммунист, у тебя коммунистическая совесть. Совесть, она такая тварь, она адаптируется. Она такая. И ты молишься, раз на колени не встал, пятидесятническая совесть, говорю, на колени, тварь. Знаете, да, как совесть работает? Сначала над ней работают сироты, тебя настраивают, и потом твоя совесть уже делает все вместо них. Бог мне сразу, кстати, это отдельная тема, Бог мне исцелял мою совесть, чтобы я мог спокойно быть сыном. Он говорит, ты держишь ответ передо мной. Кстати, это откровение дуракам не досталось. Совсем, да, перед Богом. Ну, вали отсюда. Знаете, как обычно, братья-сироты с тобой обращаются. Нормально. А я думал, мы где-то вообще потерялись. Нормально, и со временем все хорошо. Смотри. В этом и заключается атака сатаны. Потому что мы должны получать наследие. Послушайте, мой сын, мой сын в физическом мире никогда не начнет с нуля. Он не зарабатывал на свою первую машину. Он ее получил от отца. Потому что пока он ее заработает, он потеряет пять лет жизни, зарабатывая что-то, что должно в наследие войти. Наследие не только он получает, когда папа уйдет. Когда папа уйдет, он вообще все получит. Я имею в виду физическое. Но он получает отцовское благословение для старта жизни. Кто-то понимает, это в духовном... Это говорит о том, что я до... Когда мой сын... Это значит, он не переживает ни о чем. Там одежда, еда, транспорт, бензин. Все обеспечено, чтобы он стартанул не в нуле, а в абсолютном позитиве. Кто-то понимает? В позитиве. У него в банке деньги есть. У него там есть. О машине позаботились. Хорошая машина. Качественная. Не надо дергаться. Минимум лет 10 морочиться. И езди, и заправляй меня, и масло, и катайся на здоровье. Дорогие, вот это делают отцы. Кто-то понимает? Сироты говорят, сейчас куплю я тебе машину лучше, чем у меня было. Знаешь, на чем я ездил, тварь? Я ездил на велосипеде Украина. Я тебе, блин, Украину куплю, понял? И сын там на скейте дальше катается. Потом смотришь, такая борода за компьютером сидит тормоз. В игры играет 30 лет. Потому что папа его уничтожил. Вместо того, чтобы обогатить и благословить его. Кто-то понимает, о чем я говорю? Какая-то тишина по залу пошла. Потом удивляются. Мой сын не сломает Богу. Дай расскажу, почему. Потому что он превращается в тебя. А ты тренируешь вот это все. Развиваешь. Это о физическом старте, я говорю. А представь, как в духовном. И я просто Богу когда-то задал вопрос. Я говорю, Бог, ну почему? Каждое поколение начинает ни с чего, с нуля, с минусовки. Вообще с каких-то кошмаров. Я говорю, Бог будет ли? И он мне сказал, Бог мне просто пообещал. С этого поколения все начинается. Другими словами, после нас. Наши дети, слушайте. Они будут в абсолютно другой и физической позиции, и духовной. Я гарантирую. И если ты поймешь, что я сейчас говорю, все ваши дети, рожденные вами, в этом движении, в этом ДНК, абсолютно другими. Потому что они будут расти в любви, наследии и счастье своих отцов. Но дьявол принес дух сиротства, поэтому каждое поколение поедает. Знаете, поедает свое наследие. Поедает зерно, которое посеять надо. Мы не то что до урожая доходим. Рождается голое дитё на улицу. Кто-то понимает, да? И ты выживаешь. Вот это примерно духовный образ, в который мы с вами входим. Вот рождается голое дитё, выкидыш какой-то, недоносок. Религиозный недоносок. Пф, выпал. И вот он должен сейчас там развиваться, как-то там помогать. Вот ударь, синяк сделали. Теперь ему нужно прощать учиться. Боже мой. Это смешно выглядит. Но, дорогие мои, это реальность духовного сейчас. Духовная атмосфера над странами, особенно над славянами. Бог мой. Вы знаете, я когда к американцам приехал ещё в 91-м году, я был шокирован, насколько эти люди умеют любить детей. Я уверен, немцы тоже, да, Саша? Вы знаете, и вот почему-то вот у нас это. Убить, сожрать, растоптать и ещё с сыном соревноваться. Вообще тупели. Нормальный отец радуется сыну. Нормальный отец мечтает, чтобы он перерос. Его нормальный отец, он наслаждается. Только сироты воюют, соперничают, грабят, сжирают. И в этом что делает сын? То же самое, потому что другого ничего не имел. Но я знаю, это проклятие оканчивается во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Оканчивается это проклятие сиротства. И просто вот это абсолютно не наследство ничего, грабежа оканчивается. Я с удовольствием передам, с удовольствием обогащу, с удовольствием подниму на свою платформу, с удовольствием, как только это сын Бога, не какой-то там, знаете, хапач, грабач, а настоящий сын. Забирай, наслаждайся. Пройди процесс, пройди правильное сердце, наслаждайся. Смотри. Именно поэтому каждое духовное поколение, начиная опять с нуля, у сатаны продолжают работать те же трюки. Вы знаете, почему у сатаны ложь даже не меняется? Ее менять не надо. Потому что твой отец не научил тебя, как справиться с тем, что можно вот так справиться. Тебя дурят теми же дурками 2000 лет назад. Демол даже трюки не менять не надо, потому что каждое поколение тупее другого. Зачем морочиться? То раньше больше свободы в первоапостольской было церкви, и хотя бы там пару динаминаций было. У нас, е-мое, держи меня. Тут не знаешь уже куда. Платки, не платки, тазики, не тазики. Хлеб, какой хлеб? Блин, вино, виноградный сок. И ты чисто в шоке. Спятили все. Вы Бога любите? Или вы с тазиками? На небо в очередь стоите. Давайте я не буду о религии, потому что-то сейчас шевельну прошлое. А там у меня история богатая. Я в новом сезоне. Сейчас Андрей хороший. Смотри. И это заколдованный демонический круг сиротства. Все. Вот он крутится, крутится, крутится. И каждый раз идет ресет. Раз, ребут. И опять рождается. Ничего не знает. Батя сдох. Тупой сдох. Нищий сдох. Вообще наследство ни духовного, ни физического никакого. И ты опять выживаешь. Опять те же драки. Та же ложь. Тот же сатана. Глупый, тупой, который даже не меняет лжи. И оканчивается. Только представьте, где бы сейчас за две тысячи лет находилась ДНК пророков, если бы не было обрывов и все мудро передавалось отцам сыновьям. Ты можешь себе только представить, в каких бы глубинах ходили дети сейчас, в каких бы откровениях, в видениях. Дорогие мои, вы даже не представляете. Вы знаете, что большинство вещей, их просто нужно учить, практиковать и тренировать. Кто-то понимает? Просто учить. Сын, это не воображение. Это Бог в твое сознание сейчас вставляет картину пророчества. Тебе просто нужно распознать. Это не глюк, это Бог. Раз, урок первый. Он уже не начнет с нуля. Он уже начинает с того, намного дальше, чем ты. Я всю жизнь думаю, ну что за ерунда моя голову лезет? Что за ерунда моя голову лезет? А Бог меня избрал в этой функции. У меня претый, 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 претый. Господи, да отруби меня уже. Бог говорит, да это я показываю. Я воюю с Божьим, как с чем-то неправильным. Кто-то понимает? Если бы был духовный отец, он бы научил. Его нет. Поэтому 10 лет просто в стену уперся, и потом дошло. А представь, если бы передавалось. Ребенок вырастает. Дети в церкви. У нас, я в шоке, поколение. Дети. У нас одна девочка, провидец, реально. Маленькая девочка, провидец. У нее папа. На домашнюю группу приходят дяди. Она подходит, такая маленькая девочка. Лет 6, 5-6 лет. Она говорит, дяденька, у тебя бес вот здесь. У тебя проблема вот здесь с ребром. Она видит рентгеном все. Моментально молится. Она даже не молится. Она пришла, потыкала пальцами. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Если бы это было до нас, сказали бы, о, Господи Боже, что за шизофрения у Господа в церкви? Это провидец. Это тренировать надо. Она вырастет в наследии. Вокруг нее провидцы еще быстрее поднимутся. Вы знаете, что дьявол именно находит этих людей и перепосвящает их в тьму. Из них ведьмы идеальные получаются. Кто-то понимает, что функция рождается с тобой. А имя дают тебе разные личности. Это отдельная тема. Ты берешь что-то для себя? Хорошая конференция, по-моему. Следующую не вздумай пропустить. Почему? Потому что я сам не знаю, что будет. А что-то будет. Потому что у отца всегда благословение. Смотри. Большинство христиан в церкви спасены, но они отрекаются воевать за свои имена, наследие. Территории. Они отказываются понять, что мы в битве до конца, пока живем на этой земле. Меня уделяет тот факт, что демоны и бесы до последнего охраняют свои территории. Ведьмы. Дорогие мои, у меня в подъезде, у меня в подъезде по лестничной площадке ведьма жила. Я еще маленький был тогда, я Бога не знал. Это мне мама говорила, что это тетя колдунья. Берегись там. Я видел, как она передавала свое духовное наследие своей дочери перворожденной. Она воскресала и умирала несколько раз. Ее выносили из подъезда. Она встает. Демоны не давали телу закопать, потому что должно наследие быть передано. Это я видел, пацан бегал своими глазами. Она настолько всех достала, эти похороны делала. На ее похороны уже никто не приходил. Потому что все знали, что это ведьма. И, блин, пусть она передаст кому-то. И самое интересное, что все знали. И интересно, что передается духовная мантия той, которая была определена сатаной, чтобы не слайд. И как только эта маленькая девочка, подросток, приехала, дочка, с другого города вообще, она жила со своим отцом. Я не знаю, как там было все. И она прямо, прямо схватила ее и вдохнула в нее. И ее спокойно зарыли. Но на те, богорода уже никто не пришел, потому что люди запарились просто. Серьезно. Дорогие ваши демоны и бесы. Умеют, не позволят. Представляете, да? Уйти, пока не передастся ДНК. И интересно, что это в маленьком возрасте унаследовало ранг женщины, которая уже была в годах. Кто-то понимает? Она унаследовала этот пакет демонов, эти уровни, эти глубины. Я представляю. И эта ведьма, можете представить, следующая ведьма в сатанинском ранге всегда выше предыдущей. Кто-то понимает? Тело Христа ограблено. Кто-то слышит меня сейчас? Вы думаете, дьявол? Он делает все так, как... Он ничего не придумал. У него даже функционирует демоническая структура. Она сделана на структуре Бога. Потому что зачем придумать, если что-то работает? Все, что делает дьявол, он просто копирует абсолютно движение Бога. А детей Бога дурит. Я не хотел вас, конечно, напугать. Спите спокойно. Все хорошо. Иисус вас любит. Ведьмы к вам не придут. Я смотрю, глазки забегают. Да, успокойся. Все хорошо. Поэтому следующее поколение ведьм, если кто-то изучал эти сферы, мне пришлось как-то сделать, потому что Бог ввел в эти моменты, оно всегда сильнее предыдущих. Они всегда больше имеют демонов. Они всегда больше имеют высший ранг. Они больше достигают. Они больше разрухи приносят и проклятия. Так, вот так, в духовном мире. Вы знаете, что это абсолютно точная копия того, что должно быть у Бога? Следующее ДНК пророков должно быть сильнее, чем предыдущее. Это наследие земли. Смотрите. Дети Бога до сих пор в ступоре пожирают свое же наследие. Ничего не передают. Поэтому следующее поколение христиан слабее предыдущего. Все хуже, хуже, хуже. Теперь мы верим, не верим ни во что. Теперь вообще развелись динамизии, которые вообще бесов нет. Это не бесы, это плохие привычки. В христианах бесов нет. Вы чего? А с кого я 12 лет бесов изгоняю? Некоторые люди говорят, не живут. Дорогие мои, все хотят жить в хорошей территории. Христианин — это самая крутая территория. Например, у вас все говорят, я хочу жить, например, там, где ты хочешь жить? Где у вас самый крутой здесь район, да? Вот в Праге. Какой самый крутой район? Прага. Все говорят, я хочу там жить. Представь, христианин — это в духовном мире самая классная территория. Все хотят там жить. И чем больше, тем не скучнее для них, окей? Поэтому, дорогие, поймите, что христианин — это ничего не лишает человека, чтобы бесы в нем не жили. Написано, через грех это входит. Во-первых, в духе демоны жить не могут. Демоны обычно живут в теле, чаще всего в душе. В чувствах, в эмоциях, окей? Поэтому, опять, это абсолютно уроки, которые, поверьте, все эти пасторы, все вам расскажут, что они постоянно изгонивают бесов только из верующих. Неверующие даже бесам не интересны. Там скучно. Пошел покурил и спать лег. А у верующих там глубины... Ладно, давайте я туда не пойду. Там такие пласты. Там интереснее. Что он там, напился и дрыхнет? Ну, бесу гулять хочется. Что он валяется в ступоре, пьяный, там, обрыгался около подъезда. Бесу скучно. Бесу хочется в церквях сидеть. Псалмы петь. Он хочет быть участником событий. Рассказывать на своих тусовках братских, как там у нас с сестрой дела проходят. Я говорю, ты не знаешь, о чем я говорю? Добро пожаловать на энкаунт. Кстати, вот подойди к любому пастору, запишись. Если не увидишь в себе, на стороне точно засечешь. Ты такой, о-о-о-о-о-о-о. У нас пастора приезжают с разных стран. Они потом умоляют не выставлять их фотографии. Понимаете, почему, да? Потому что там такая монстряка вылазит. Иногда там жесть просто. Пастор Андрея, пожалуйста, не выставляй мою фотографию. Я говорю, так сейчас уже можно выставлять. Ты уже свободный. Я говорю, вот тогда было опасно. Пожалуйста, не надо. Хорошо. Мы уважаем приватную жизнь. Нормально все. Просто позорно наблюдать, как пастора соперничают с прихожанами. Хотя они должны их распознать, приблизить и обогатить наследием своей функции и призвания. Понаблюдайте за бесами на энкаунтерах. Во время освобождения они сражаются за свою территорию до конца. Вы знаете, сколько было освобождений. Вот в моей практике. Уверен, у пасторов тоже этого хватает. Никто там просто так не собирается никуда идти. Это будет битва до конца. До потери голоса. Блевать нечем. И связки порваны. Кто-то понимает, о чем это? То есть оно не собирается выходить. Оно воюет за свое наследие. Иногда диву даешь. Думаешь, бесы воюют за тебя больше, чем ты за себя воюешь. Серьезно. Он говорит, это мое. А ты такой, а мне все равно. Смотришь, иногда просто диву даешься. Смотри. В данном случае твое тело, территория, даже после освобождения, поверь, придут назад постучать и проверить, как там можно чайку попить. Они еще такие, еще назад вернутся, проверят, серьезно ли ты был вчера на энкаунтере. Или это между нами недопонимание просто вышло. И слушайте. Слушай, мы с тобой вообще так круто жили. Блин, что это вчера было? Уйди во имя Иисуса. Что ты имеешь в виду? Ты точно или это этот пастор мне просто помежал? Стал тут между нами, между нашей дружбой с тобой душевной-то такой. Ты как, нормально? Ты ему еще должен убедить его. Да, да, все было в порядке. Это мое решение. Смеешься. Это правда. Это все библейская истина. Придет еще. А если тусовка состоялась, он говорит, подожди, я еще семерых братву с собой захвачу. У меня там есть ячейка беспризорная. Они тоже хотят жить в нормальной хате. Окей? Подожди. Я сейчас вернусь с друзьями, нам всем веселее будет. Это в современном переводе. В расширенном. Знаете, американцы любят назвать расширенный перевод. Взяли и расширили его. Я не знаю, как они его расширяли. Вы знаете, я люблю как раз американский расширенный. Вот читаю оригинал. Вот он с еврита, с древнеарамейского. Перевод идет. Вы думаете, что американский расширенный. Интересно, в каком столетии расширение началось? Нормально, читай расширенный. Он хорошо расширяет все. Просто хочу как-то узнать, откуда расширение началось. Да-да, кстати. И самое интересное, что Библия расширенная в два раза толще. Заметели, да? Какая-то такая, ну, широкая вообще такая. Такая совсем для взрослых людей. Большинству кажется, что вещи просто происходят сами по себе. Нет, это не так. Тебе необходимо не только получить имя, войти в наследие от Бога, но также отстоять и удержать то, что твое. В последствии это передать. Будь очень внимателен, если ты атакован дьяволом в какой-то сфере. Это доказательство того, что у тебя есть наследие. Кто-то понимает? Если у тебя реальная атака, я не говорю, там где-то там что-то тебе надавило. Ты чувствуешь, что это битва каждый день, каждый месяц вот сюда. Это говорит о том, что вот там будь очень внимателен. Там твое наследие, там твое будущее. Окей? Не важно, какая это сфера. Уникально то, что у бесов зачастую больше веры, чем у детей Бога. Потому что бесы начинают свою атаку после того, как только было все высвободено обещание в твою жизнь. Вы знаете, я просто шокирован вере бесов. Иногда думаешь, Господи, ну мне мы хотя бы чуть-чуть такую. Только вышел пророк, провозгласил. Ты еще там в носу ковыряешься, знаешь, там на шарики смотришь какие-то там, знаете, ангелов там смотришь. Бесы уже начинают тебя с землей сравнивать. Потому что на тебе это наследие. Ты еще только мысль еще не прокрутил, а они уже тебя сравнивают как с реальностью. Кто-то понимает? Они просто начинают уничтожать тебя, как уже существующий элемент. Потому что это существует. Они хотят даже в тебе мысль убить, чтобы ты туда даже не думал идти. Поэтому, когда выходит настоящее пророчество от настоящих пророков, то после этого пророчества настоящее давление приходит именно в эту сферу, чтобы ты туда, не дай Бог, не добрался. Окей? Я знаю, о чем я говорю, поверьте мне. Чаще бесы просто верят в обещание Бога больше, чем нас. Больше, чем мы, да? Поэтому они и нападают на нас, как будто мы уже вошли в свое обещание. Я так говорю, стоп, 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 бесы. Я еще и не понял, что тут было. А тут меня просто уже и ногами, и уничтожают, просто разрывают на куски. И потом я сижу такой, думаю, стоп. Бесы это не делают, если они не верят. Если бесы верят в меня, а что бы мне не поверить в себя? Как мысля, знаете, такая просто побежала, побежала. Я такой думаю, хорошая мысля. Бесы, я тоже верю в себя. А ну, пошел отсюда. То есть, если ты в меня так веришь, и ты, наверное, видишь что-то больше, чем я, потому что ты оперируешь уже тысячи годами, и ты уже понимаешь свои какие-то элементы. Поэтому спасибо за напоминание. Пошел отсюда. Я буду двигаться в мое призвание. Аминь? Именно по этой причине, во-первых, я распознал Богом доверенное мне наследие. Во-вторых, я за это буду сражаться до конца. Вот почему у Шаповалова больше надежды на спасение нет, по словам братьев. Был. Кто-то понимает, да? Они уже сдались на мне. Это значит, что со мной разговор бесполезен. Вот такая фраза, если с братьями поделился, да? Когда у них, знаете, вот они смотрят на тебя, у них там заклинило. Мы это называем в центре ум пукнул. Вот ум, он уперся, и больше он не смог дальше прорабатывать информацию, и он просто пукнул. Это, кстати, глубокое откровение. Запиши, пригодится. Ты узнаешь. Глянь, вроде фраза вульгарная как-то звучит хорошо, да? Пукнул. Хорошо. Надо заканчивать. А то как-то совсем хорошо стало. Я думал, у меня к концу конференции будет тяжелее, а мне что-то хе-хе-хе. Думаю, а что бы и завтра не попроповедовать еще раз. Я шучу! Я шучу! Зал арендован до десяти сегодня. Все. Слава Господу! Хватит. Переварить то, что взял, окей? Дальше. Я заметил один уникальный момент. Как только дьявол лишает кого-то его имени и наследия, битва оканчивается. Заметь, когда в твоей жизни абсолютно перестает битва продолжаться. Когда ты сдал позиции. Поэтому ты можешь просто увидеть, что я потерял. И точно сказать, а я теперь понял, я возвращаюсь в мое наследие. И буду продолжать мою битву. О, мы уже, кстати, у берега земного. Если кто-то не вырос там, то ты не знаешь даже этот псалом. Смотри. Если ты проиграл и сдал свои территории, не важно семью, бизнес, служение, карьеру, позицию, функцию, дьявола ты больше не интересуешь. Ты ему был интересен, когда ты был полезен. А сейчас просто, ну, живи, брат. Итак, родные, начиная с Эдемского сада, по сей день, это все битва за твое имя и за твою территорию. Заметь. Сатане никогда не было дано ни имени, ни функции. Он был лишен. Все со мной, да? Вот откуда все начинается. Он был лишен имени, функции, позиции и наследия из-за того, что он совершил. Это говорит о том, что он сейчас живет исключительно питаясь тем, чем должна питаться невеста Христа и Сына Бога. Все со мной. Это говорит о том, что все, что происходит, это исключительно происходит потому, что кто-то не входит в свои позиции и просто не пытается завладеть назад этим наследием. Мы отсюда не возноситься должны, а строить царство Бога должны. Кто-то понимает, о чем это? И должен когда-то сбегать куда-то на остров, какую-то аравийскую пустыню. Я помню, там в Песятникам движуха началась. Аравийская пустыня. Да-да. Там, где ваши жены, дети в горе им возьмут, и вам там вообще будет классно до пришествия Христа. Кстати, я туда не иду там. И многие, кто туда уехал, почему-то оттуда больше весточек нет. Никто не пишет об обитованной земле больше ничего. Тишина настала. Но это отдельная история. Это в 90-е, когда я в Америку приехал. В Америке им стало плохо. Это земля Антихриста. И вот они сказали, все, валим в пустыню Аравийскую. Была у нас такая движуха. Что с ними сейчас, не знаю. Может, так хорошо, что больше писем не пишут. Кто-то знает. Итак, с Эдемского сада змей начал строение царства своего на твоих правах, на твоем наследии, на твоей земле, на твоем имени. Кто-то понимает? Можете представить, нам дано абсолютно все право забрать все назад. Просто нужно спокойно, мудро, с Духом Святым и со своей семьей духовной двигаться шаг за шагом. Дорогие мои, я верю, что мы с вами обогачим следующее поколение. О, я верю, семья! Я верю. Вы знаете, честно, поверьте, я не тот человек, который свернется, когда там братство сказало, что повалов еретик, не слушайте его. Ой, пи-пи-пи-пи. Испугались, убежали. Вас всех вместе не хватит меня одного заткнуть. Хорошо? Мне глотка дана глобальная. Поэтому даже такое горло Бог дает для определенной функции. Окей? И поверь, меня не обидеть нельзя. Пытались делать все там. Анафема маранафа, двойная маранафа. Знаете, и ты там не знаешь уже, что. Они уже на все рычаги нажимают. Он не работает. Потому что у отца своя семья, и у отца свое наследие. Кто-то понимает? Это у вас там в вашем курятнике на курей маранафа работает. Окей? Вот и маранафьте там ваш курятник. И не лезьте к сынам. Не вздумай поддаваться маранафе курятника, умоляю. Двигайся в наследие сынов. Один, один, сильнее будешь. У меня нет поддержки. Слава Богу! Значит, ты будешь великаном в духе. Аминь? Давайте мы встанем. Я это закончу так. Искусственно закончу. Аминь, команда, пожалуйста, выйдетесь. Наследие, наследие, наследие. Достаточно было сброшено откровений. Просто впитай это все. О, сейчас мы просто будем разрушать сиротство. Разрушать вот это все. Наготу духовную. Вот эту нищету побираться. Мы больше не будем, семья. Я понял, что владею огромными духовными территориями и духовным наследием только тогда, когда увидел, как дьявол атакует меня. Без остановки семья. Без передышки. Он бросает все силы против меня. Вот личность. Вот Андрей стоит, да? Пытаясь овладеть тем, что по праву принадлежит мне и сынам Бога после меня. Бог не только поднимает тех, кто умеет воевать. Он также поднимает тех, кто способен биться до конца за то, что по праву принадлежит им. Вы знаете, чем мне нравится Авраам, Исаак и Иаков? Авраам родил наследие. Иаков размножил. А знаете, что сделал Исаак? Ничего удержал. Кто-то слышит меня? Ничего. Он просто передал. Не потерял. Он просто передал. Авраам, Исаак и Иаков взорвал. Иаков назван был Израилем. И взорвалось. Это поколение. Дорогие, нам с вами нужно понять. Иногда переходное поколение, которое просто передало. Я знаю. Знаете, что сделали перед нами 50-ники и баптисты? Они нам передали в чистоте Слова Божьего. Кто-то понимает? Это значит, что мы сейчас можем только по-настоящему начать размножаться. Они не имеют права контролировать тебя. Потому что это функция передать, просидеть в тюрьме. Кто-то понимает? Мы отдаем им честь. Но выращивать будем мы. Спасибо за тюрьмы. Спасибо за Слово. Но ваша функция передать. Наша функция углубиться, взрастить и двигаться в наследие. Закрой свои глаза. Давайте помолимся сейчас. Я призываю Дух Бога прямо сейчас принести это откровение не только здесь в зале, но также тем, которые там. Прямо сейчас я прошу Духа Бога высвободить наследие. Во имя Иисуса Христа! Наследие Бога! Мы не будем больше побираться, семья! Мы не будем больше нищенства. Мы не будем больше грабить друг друга. Мы не будем завидовать, превозноситься, сжирать наследие другого. Мы, сыновья, нам дану право размножаться, умножать, добавлять, взращивать и передавать. Я высвобождаю Духу сыновления во имя Иисуса Христа! На этой конференции что-то родилось уникальное. На этой конференции что-то родилось уникальное. Мы не будем побираться, грабить. Мы будем возрастать. Мы все первенцы. Мы все сыновья! На среднее царство Бога ждет тебя и меня. Не бойся! У Бога достаточно для всех. Входи, как сын! Не взжирай, как сирота! Наслаждайся! Умножай! И передавай! Бог с тобой! Мы другое погибнение, мы иное динка, мы абсолютно иная порода. Мы другое погибнение, мы иное другое погибнение. Я поклоняюсь Духе Твоем. Я поклоняюсь Духе Твоем, славь Его, славь Его, славь Его, славь Его. Он производит великие вещи на этом месте, трансформация Твоего сознания. Ты входишь в наследие, как сын. Ты не будешь больше помираться. Ты сын. Тебе больше не нужно соперничать. У отца для тебя все самое лучшее. Я рожден им, я напитан им. Я Божий. Я не принадлежу к динаминациям, людям. Я принадлежу Духу Бога. Я Его Сын. Я в Его наследи. Я твой Сын. Я принадлежусь в силе Твоей славы. Я Твоя принадлежность. И Бог получает награду, славу. От моей жизни Он получает славу. Я славлю Тебя. Я превосношу Тебя. Я не уйду, как нищий. Я не уйду сиротой. Я Сын. Пусть захватит это откровение тела Христа. Сыновство. Наследие. Награда. Аллилуйя. 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 Мой Бог живой. Ты уезжаешь, другим. Твое сознание изменяется. Я поклоняюсь. Духе Твоей славы. Я поклоняюсь Духе Твоем. Духе Твоем. Я поклоняюсь. Сыновство. Я благодарю Тебя. За это время я ценю Твоей славой, которая излилась на этом месте. Я ценю Тобой, Бог. Для меня это драгоценности, подаренные небом. Духе Твоем. Это сокровища, подаренные небом. Я поклоняюсь. Это Твоё наследие. Я поклоняюсь. Сыновство. Сыновство. Я поклоняюсь. Я поклоняюсь. Духе Твоем. Господь. Я славлю Тебя. Я превозношу Тебя. Я благодарю Тебя. Я верю, Бог, на этом месте было много активировано. Я верю, прямо сейчас пришло огромное исцеление ко многим людям, Отец. Я знаю, что эти истины, они исцеляют. Они не только обновляют, дают жизнь. Они исцеляют раны прошлого, отверженности. Прости своим пасторам-сиротам. Прости тем, которые не понимали, что делали. Просто прости. Бог тебя ведёт настолько дальше, глубже, выше. Прости им. Благослови их. И двигайся, как сын. Двигайся, как сын. Я поклоняюсь в Духе Твоем. Я поклоняюсь в Духе Твоем. Я поклоняюсь. Я поклоняюсь. Я поклоняюсь. Я поклоняюсь. Я поклоняюсь. Все мое жизнь я захвачен домой навеки. Я Твой. Я абсолютно Твой. Каждая клетка Твоя. Мой голос Твой. Мои глаза Твои. Моё тело Твоё. Я абсолютно захвачен небом. Я абсолютно поглощен Богом. Я Твой. Моё тело Твоё. Я Твоё. Я Твоё. Я Твоё. Почет, любовь Никакого соперничества Никакой доминации Никакого хвастовства Никакого унижения Любовь Любовь, почтение другого Выше, чем себя Это сыновья Это сыновья Любовь Почтение Любовь, почтение Уважение Это сыновья Это сыновья Это сыновья Аллилуйя Аллилуйя Еще несколько минут Погоняйся Еще несколько минут Поблагодари Его за это место Поблагодари за эту конференцию Поблагодари за эти глубины Сыновья Сыновья Зрелые Мудрые Уравновешенные Спокойные Сыновья Бога Восставьте ему славу Бог делает что-то абсолютно новое 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 О, поколение сыновей Я его уже чувствую Я его вижу Я уже к нему прикасаюсь Поколение сыновей Это прекрасные люди Это прекрасные люди Которые будут больше отдавать и жертвовать Ценить другими Наслаждаться Чьими-то дарами Высотами Глубинами Это сыновья И все строят Царство Отца И никто не строит Свой маленький домик Мы все Строим Одно царство Его Нам делить нечего Мы строим Его царство Наслаждайся Просто благодари Его Что Он тебя сделал Сыном И частью Наследия Уоу